95 лет назад было сформировано Белорусское общество Красного Креста. Сейчас оно ведет десятки проектов по разным направлениям. От помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях до обычного ухода за больными. Так что истории и сюжеты моей коллеги Виктории Байбуриной это лишь фрагменты огромной волонтерской работы. Алло, Тамара. Я не постарше, я называюсь Тамаройка, молодая. Именно с ее соратниц по профессии и зарождалась организация, отделение которой теперь существует по всему миру. Сестры Милосердия спасали раненых в Крымской войне, их внучки выносили бойцов с полей битвы Великой Отечественной. И оказалось, что и в мирное время этим женщинам есть за что вручать награды. Это живой человек со своей судьбой, своей жизнью. Надо найти подход. И каждый раз он какой-то новый. За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества. Слова на обороте медали имени Флоренс Найтингейл, британской сестры милосердия позапрошлого столетия. Она стояла у истоков реформы в медицине, а благодаря работе мисс Найтингейл смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Тамара Терешина – одна из 11 белорусок, так высоко оцененных Международным комитетом Красного Креста. Почти 30 лет ее работа заботится о тех, для кого медсестра – это практически единственный контакт с внешним миром. Пенсионерка Любовь Васильевна почти не ходит. И, по словам женщины, кроме Тамары, ухаживать за ней больше некому. Медик – это одно, надо и к психологам пойти, не знаю, просто человекам. Быть сочувствующим, но сторонним наблюдателем чужих бед – это тоже не Красный Крест. Здесь ценят добрые дела и с вдохновением расскажут, где и как можно помочь ближнему. Я думаю, работы нам всем хватит. И самое главное, что есть возможность вопречь нашего гражданина, человека, к тем добрым делам, которым он может поделиться своей добротой и сердечностью. Добрых людей в Беларуси действительно много. Более миллиона двухсот тысяч человек вовлечены в движение Красного Креста. Очень много инновационных учреждений своего времени были созданы в рамках Красного Креста. Например, еще в 1914 году появилась первая карета скорой помощи, вот санитарная карета, именно в рамках Гродненского отделения Красного Креста. В 1934 году именно Красный Крест белорусский инициировал сбор средств на санитарную авиацию. И были приобретены первые санитарные самолеты. И все эти учреждения, они, конечно, стали затем основой уже системы здравоохранения. Он все рассказывает, ему очень нравится, когда приходит дедушка, и настроение поднимается. И все, дедушка очень рад, когда приходит к нему. Жениться, передумал, и умирать тоже еще сказал, буду жить. Катя, Наташа и Эдуард – студенты медицинского. Возможно, стремление помогать и определило профессию, а может наоборот. Выбранное дело в итоге привело к волонтерству. Точно одно – даже у второкурсников одного из сложнейших вузов находится время на добрые дела. Дедушка, а что вы сегодня на обед хотите? Сделать уборку, приготовить еду, сходить в магазин или аптеку. Работы на пару часов в день. Подопечные волонтеров не обязательно одинокие люди. У Николая Иосифовича есть родные, но это не значит, что семья должна оставаться в непростой ситуации одна. Это же не только уборка по квартире, а также мы разговариваем. И дедушке нужна какая-то психологическая поддержка, компания, разговоры. Приходилось иногда ночевать в подвалах, а подвалы холодные, не были приспособлены вообще для бомбоубежища. То есть стояла и вода по щиколотке. Была свидетелем, видела и слышала, как гибнут детки маленькие вместе с мамами, своими папами. Мария вместе с семьей покинула зону боевых действий в Украине и приехала с другими беженцами в Беларусь два года назад. На новом месте помогли с документами, жильем и одеждой. Ребенка устроили в детский сад. Решив, что добро должно возвращаться, преподаватель географии стала няней для детей-сирот. Здравствуйте, мои дорогие. Привет, Дианка. Смотри, что тебя принесло. Смотри, что это? Рыбка. Эти палаты инфекционного отделения детской больницы еще называют безродными. Маленькие пациенты из детдомов, часто с тяжелыми заболеваниями, здесь совсем одни. Так что утешить, поиграть с ними некому, кроме Марии. Детки бегают, даже иногда взглядывают в эту палату, смотрят на деток. Мама, 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 а где их мама? Почему они одни? Говорю, вот у них одна мама на всех, которая их обогреет, поговорит, посидит с ними. Когда будут плакать, успокоит. То есть, ну, каждый ребенок этого хочет. Мы давно нуждались в таком специалисте, потому что палата рассчитана на 10 человек, иногда лежит и по 15 человек. Маша нам помогает и куда-то, и завести ребенка, и переодеть ребенка, и покормить ребенка. Ну, то есть, ее помощь очень большая. Часто говорят, что случайные люди в Красном Кресте не задерживаются. Оно и понятно. Разделять чужие боли и беды, тратить время на то, чтобы другому стало лучше, можно только с искренней верой в добро и человечество. Возможно, это и есть способ изменить мир к лучшему. Я чувствую, что я им нужна, и они меня ждут. Я за каждого на них переживаю, очень их люблю, и даже когда ухожу домой, я всегда о них думаю. А на следующей неделе, кстати, надо будет еще зайти к Нине Никитишне. Ну, наверное, во вторник не исходит. Ну да, можно после ботаники зайти вечером. Виктория Байбурина, Мария Трунич, Максим Вечерков, Контуры, ОНТ.